Дамы и господа, мы возвращаемся в передаче Пресс-клуб сегодняшней гости программы Леонид Мартынюк, политолог, видеограф, сторонник и соавтор Бориса Немцова Игорь Мандель, статистик и доктор экономических наук Леонид, у меня к вам тот же собственный вопрос Единственное, перед этим я должен сказать, что Вот, допустим, цитата из вчерашнего, из выступления в четверг Байдена Долгое время мы считали, что в Америке есть гарантия демократии Но это не так, мы должны защитить ее, бороться за нее Все и каждый из нас Он на самом деле сказал о том, что Те, кто штурмовал Капитолий, ну там вот такая лексика В прошлом году они считают себя патриотами, а не участниками бунта Что напрасно, естественно, это был бунт Вот, и также он на прошлой неделе ведь сказал, что Он приравнял радикально настроенных республиканцев А это, в общем-то, движение МАГа Make America Great Again Вот, он их назвал полуфашистами Ну, я должен напомнить, что к МАГа относятся десятки миллионов американцев Назвать полуфашистами, мне трудно понять, где эта вот тонкая градация между полуфашистом и фашистом Но, в принципе, риторика точно такая же, которую применяют Российская Федерация по отношению к украинцам Там неонацисты, да, здесь у нас там тоже фашисты украинцы, неонацисты и так далее Здесь Байден идет и демократы по тому же пути Итак, те, кто им идеологически противостоит Чья позиция не нравится Всех под одну гребенку назвать полуфашистами Я еще раз говорю, десятки миллионов американцев придерживаются, да, идеологических других установок Не надо поэтому их шельмовать Это говорит президент, я еще раз хочу повторить Который в самом начале заявлял о том, что он приходит объединить нацию Леонид Позиция команды Байдена Я сразу говорю, что это команда Байдена Потому что Джо Байден, он не принимает сам всех решений И, собственно, Дональд Трамп критиковал со все четыре года нахождения власти Как раз с той точки зрения, что он сам пишет твиты Сам комментирует, сам придумывает какие-то идеи И озвучивает их сразу И что есть в государстве профессионалы, которые 20-30 лет работают на разных должностях высоких И они должны решать, что правильно для страны, что нет А не президент, потому что президент, особенно, который пришел с бизнеса Он многого не понимает Вот такая была позиция Поэтому, собственно, Джо Байден – это человек, который полностью соответствует Этим чаяниям, этим желаниям американской политической элиты Государственной, так скажем И поэтому решение о том, каким будет Джо Байден, какие будут его речи В каком направлении будут идти Да-да-да, Леонид, мы вас слушаем Они принимаются после социологических опросов Проведения фокус-групп и глубокого анализа различными политтехнологами Того, как те или иные действия повлияют на количество голосов Которые получат кандидаты от демократической партии Соответственно, когда были выборы 2020 года То расчет был такой Просто посчитали, что если Джо Байден будет представлять из себя менее радикальное крыло Он будет позиционироваться как умеренный, как центрист То можно будет Трампа позиционировать как радикал И, соответственно, умеренные избиратели Которые очень часто решают исход выборов Они проголосуют за Джо Байдена и Байден победит Поэтому Байден позиционировался как умеренный кандидат Сейчас же ситуация другая Сейчас у Джо Байдена очень низкий рейтинг По некоторым вопросам его рейтинг ниже рейтинга Дональда Трампа Его рейтинг ниже рейтинга Дональда Трампа на том же этапе президентства То есть ситуация очень плохая Ситуация плохая в экономике Высокая инфляция рекордная за 38 лет Очень высокие цены на бензин Утерян контроль над границей И это, кстати, считают так избиратели Большинство республиканцев и значительная часть избирателей демократической партии И поэтому в этой ситуации быть нейтральным и умеренным невыгодно С точки зрения политтехнологий С этой точки зрения надо демонизировать своего оппонента Говоря о том, что может быть Байден чем-то и плох Он там не все смог сделать Экономика не очень в хорошей форме Но голосовать за республиканцев нельзя Потому что они радикалы и экстремисты То есть расчет такой, что часть избирателей Которые когда-то проголосовали за Джо Байдена Они сейчас просто не хотят идти на выборы Потому что они считают, что их кандидат Не удовлетворил все их потребности Не реализовал то, что обещал Поэтому они просто не собираются идти на выборы И поэтому их надо простимулировать Как их простимулировать? Запугать Надо говорить о том, что республиканцы Это не просто люди, которые напишут немного другие законы И ситуация может быть изменится в лучшую сторону Нет, надо позиционировать их как люди Которые могут уничтожить саму суть страны Уничтожить республиканский институт Уничтожить демократию Уничтожить свободу слова Они полуфашисты, фашисты, нацисты, расисты и все прочее Они ненавидят женщин Ненавидят не белое население Ненавидят все В их сердце ненависти Поэтому это просто такой политтехнологический прием И Байден мог бы совершенно другие речи считать Если бы ситуация в стране была другая Например, экономика бы росла сейчас 5% в год И инфляция была бы 1% И избиратель средний Вот такой не левый, не правый, а индепендент Если бы этот избиратель чувствовал себя уверенно То его не надо было бы пинками гнать Он бы так бы пришел, проголосал за демпакт Но ситуация обратная Поэтому его надо стимулировать И, кстати, вот насчет радикалов я еще хотел добавить Я думаю, что они имеют в виду В том числе, например, кандидатов типа Кэрри Лейк Кандидатов к губернатору Аризоны Которая говорит о том, что Если она победит на губернаторских выборах Она объявит чрезвычайную ситуацию в штате Аризона И закроет границу с Мексикой Национальной гвардией То есть она выстроит национальную гвардию И просто не будет пускать иностранцев Которые пытаются проникнуть незаконно На территории Соединенных Штатов Вот по мнению Джо Байдена Это радикализм Потому что, вы же понимаете, радикализм И умеренность – это вещи относительные Умеренность – это какая-то средняя позиция Поэтому, если представить, что Есть крайне левая позиция Что граница вообще не должна существовать И люди должны перемещаться, куда они хотят И заходить в любой момент в Соединенные Штаты В Мексику, в Канаду То это такая левая радикальная идея А есть правая радикальная, как они считают, идея Это что границы должны контролироваться Что иностранцы должны проходить на территории Соединенных Штатов Только с разрешением этой страны Это такая правая радикальная идея А они считают, что они нейтральны Они такие середина Они считают, что иногда можно пускать Иногда нельзя пускать Но вот сейчас, допустим, каждый месяц сотни тысяч людей заходят Но они подают на убежище И поэтому мы не можем никак их депортировать Они должны жить в Америке и ждать суда Вот эта позиция они считают нейтральная А Кари Лэк такая правая радикала Ну, кстати, получается, что Вот эти радикалы, о которых говорит Байден Вот он что говорит, кстати Силы мага полны решимости отбросить нашу страну назад Так говорит Байден Я еще раз говорю о десятках миллионах в американцев Трампа статистика, в общем-то, говорит об этом Поддерживали в 2020 году 74 миллиона 74 миллиона это только избиратели Там можно и за 100 перескочить Да, да Я могу вам сказать, что Гитлера поддерживала пола в Германии Количество не имеет значения Важна сама суть идей И для них идеи того, что Америка должна контролировать свои границы Что там все должны учить английский язык Что надо знать конституцию, английский язык Гимн петь по утрам в школах И читать Библию для них это радикальные правые идеи И они не хотят возвращения к ним Игорь, ну вот я приведу цитату Здесь тоже, опять-таки, существуют хорошие и плохие радикалы Но в данном случае те радикалы, которых покрывает демократическая партия Естественно, они дружеские Америки, дружеские Белому дому Я напомню ситуацию в Питтсбурге В том же самом, кстати, Вашингтоне Когда эти замечательные радикалы, левые Это не только Антифа, это не только Black Lives Matter Там огромное количество различных левых организаций, глобалистов Черт знает кого, зеленых там и так далее Которые довели ситуацию в столице Соединенных Штатов до того Что президент полтора-два часа Президент Соединенных Штатов, 45-й по счету Он прятался в убежище в Белом доме Ничего это, все прошло это Все списалось, ну так вот, да, выпустили пар У нас здесь громили сохо в течение В ночь на 1 июня до 9 часов утра Полиция стояла в стороне И смотрела, как грабили бизнесы Приехали из Филадельфии даже люди Из Нью-Джерси Потому что грабь, все подешевело Вернее так, ничего не стоит Можно было уничтожать весь городской район Точно так же, как уничтожали Питтсбург Как уничтожали Сиэтл Как уничтожали Вашингтон Я еще раз напомню, национальную гвардию водили Водили комендантские часы Но это хорошие, это те правильные Вот радикалы Которые показывают, видимо На чьей стороне правда На стороне либералов и демократов А плохие радикалы, это правые И здесь, опять-таки, идет разделение Это наши плохие А это не совсем плохие Далеко не каждый республиканец И даже я цитирую Не большинство республиканцев Мага-республиканцев, то есть сторонники Трампа Однако сегодня нет сомнений в том Что доминирующее влияние на республиканскую партию Оказывает Дональд Трамп И мага-республиканцы, которые ею руководят И ее запугивают Это представляет собой огромную угрозу Для нашей страны Республиканская партия, она, видимо, сама не понимает Под каким она влиянием находится И что она делает Поэтому Трамп разъяснил Но мне кажется, это не просто разъяснение Это руководство к действию На вот тех вот Различных митингах, на обсуждениях Которые будут предшествовать выборам 8 ноября Это вот программное такое выступление Которым, видимо, будут пользоваться На дебатах демократы Как вы считаете, Игорь? Вот это очень тупкий вопрос И мне на него трудно, в общем-то, ответить Потому что Внутри республиканской партии Насколько я понимаю Идут какие-то скрытые А частично открытые Проблемы То есть я не уверен, что Внутри нее Однозначно существует Поддержка именно Трампа Вполне вероятно, что будет другой кандидат На праймарис в конечном счете Но что будет в ноябре Тут пока, по крайней мере, насколько я знаю Буквально большинство кандидатов Которые Трамп и Дорст Они побеждают В той мере, в которой мне известно Я не то, что я слежу за этим Очень тщательно Но тем не менее Так что Не знаю Я очень и очень хочу верить Я за такой wishful thinking Что реально победят Республиканцы В Конгрессе И, может быть, даже и в Сенате Хотя мнение очень расходится Я бы не хотел себя включать В список Ну, так сказать Политических каких-то городов Которые там Значит, что-то пытаясь прескать Я слишком много видел Ошибочных прогнозов От самых ведущих специалистов В стране Поэтому мне трудно сказать У меня все время Вообще политические игры Вещь, как бы, чрезвычайно тонкая И тяжелая И я считаю Ну, как сказать Она мне не так интересна Мне вот интересно Смотреть на то Насколько люди Безостенчиво лгут Вот с чего я, собственно, начал Вот как они подменяют Одну позицию, другую Ну, например, смотрите Что такое Мага-республиканцы Против не-мага-республиканцы Что? Это строгая definition Такое? Есть определение, что ли? Значит, огромное-огромное Число людей Как вы правильно заметили Носили эти кепки Реально, так сказать Другие люди голосовали За Трампа Не нося этих кепок Он что? Считал эти кепки? Или что? Это очень напоминает Ту знаменитую фразу Так сказать Хиллери Насчет Диплораблс Которые поддерживают Трамп То есть, это все Политически достаточно грязная В общем-то игра О чем и вы И Леонид говорили А что касается Ближайших выборов Если Демократы Сделают Как вы предполагаете Ставку на Именно Вот эти внутренние проблемы Это будет На мой взгляд Грандиозная ошибка С их стороны Потому что Реально Люди Не осознают Так называемые White supremacy Или там Right Вот этот экстремизм Как главные проблемы Америки Я совершенно точно вижу Что это настолько Майно Настолько Есть, конечно, проблемы Всегда есть какие-то сумасшедшие И так далее Но таких сумасшедших Несопостоянно больше Тогда уж Слева О чем вы говорили Ущерб От событий В мае И позднее После Флойда Был порядка Двух миллиардов долларов И колоссальное количество жертв 19 убитых И так далее И так далее И никто наказание За это не понес Никто не понес Это был колоссальный Как бы сказать Такой моральный удар По стране То есть это было Крайне Ну такого Это тоже Крайне редкое событие Когда А на самом-то деле Это же все Было при попустительстве Со стороны Я бы сказал Ученых Я даже статью В свое время Опубликовал Где просто Совершенно спокойно Показывал Что вся эта Проблема Выеденного яйца Не стоит А именно Что черных Бьют Типа того Что полицейские Убивают черных граждан Это фикция Абсолютная фикция Значит По статистике Это все опубликовано Можно убедиться Что количество Жертв черных Со стороны полицейских На душу Так сказать Населения Оно эквивалентно Количеству Этих же жертв Черных Со стороны Белых Со стороны Полицейских То есть То есть Там вообще Нет Расовой Компоненты Вот Этот случай Конкретный Тут можно Искать И как известно Суд обнаружил Что там была Расовая компонент Допустим Но в целом Говорить о баясе Которое полиция Имеет Относительно Черных Фикция И это все Следует Из данных Которые Опубликованы Которые известны И никто не потрудился Привести эти данные Публиковать И так далее То есть Понимаете Это раздутые Проблемы Которые используются Исключительно Политических Так сказать Целей Вообще Игорь Я должен сказать Что когда Говорят об этом Где-то за пределами Соединенных Штатов Можно сказать Что люди Не видят Реальности Поэтому они Говорят о том Что полицейские Там Преследуют Черных Латинос И так далее Те кто живет В Соединенных Штатах Те прекрасно видят Вот такое Говорить Можно было Ну допустим Во времена Сегрегации Да в 50-х годах Когда Я сейчас объясню Когда просто-напросто В полицию Не брали черных Сегодня В 2022 году Среди Полицейских Огромное количество Афроамериканцев Огромное количество Латиноамериканцев Представлены Все этносы В полиции И говорить о том Что вот Существует Как бы Некая установка Полицейского управления На то Чтобы Зловредным образом Преследовать черных Это сущий бред Это кому-то нужно Не просто так Это раскручивается Ну и кстати Я вот уже В дополнение Выступил ведь Кевин Маккарти Это представитель Меньшинства Республиканского В Палате Представителей В ответ В ответ на Речь Байдена Он сказал Что Речь Байдена Байден начал Разделять Унижать И дискредитировать Своих соотечественников Американцев Почему? Да просто потому Что они не согласны С его политикой Это не лидерство Подчеркнул Маккарти Он призвал Байдена Извиниться За Я цитирую Очернение Десятка миллионов Американцев Которых он назвал Фашистами Маккарти призвал Просто-напросто Байдена Извиниться Ну извинения От президента Ожидать не приходится От такого президента Давайте перейдем К еще одной теме Поговорим о предыдущем Президенте Ну главная задача Нынешнего президента Который заявил о том Что в 2024 году Он будет баллотироваться Ему будет за 80 Но кто считает годы Главное что он В блестящем сознании Он прекрасный стратег Тактик Мыслитель Философ Ну не даром же за него Сколько там 84 миллиона Проголосовали В 2020 году Это учитывая Что он сидел В бункере Сейчас он в бункере Не сидит За него наверное 184 миллиона Проголосуют В 2020 году Он на это рассчитывает Хотя рейтинг Его примерно 30% Сегодня поддержки Но не важно Значит Главная задача Это Ну отправить Трампа в тюрьму Лучше всего В тюрьму Потому что он мешает Потому что Ну вот Такое зловредное влияние Оказывает на своих партийцев Однопартийцев И очень сильно мешает Демократам Они хотели бы Видеть Байдена И опять тут Влезает Трамп И все карты смешивает В среду На этой неделе Министерство юстиции Опубликовало отчет Которым Описывает попытки Ведомства Получить государственные документы От бывшего президента Опять-таки Мар-Алаго Рейд Спецслужб В отсутствие Президента Трампа В его поместье И Трудно понять Что они там нашли Известны эти фотографии Которые там Помечены Какими-то цифрами Это Совершенно секретные документы Это Сверхсекретные Это секретные И так далее Зачем они были Нужны Трампу Даже если они нужны ему То Насколько вообще Президент Не имеет права Держать документы Которые были подписаны им Или работали Циркулировали В его президентство Я напомню Что 44 прецедента До Трампа Существует Трамп 45 президент 44 прецедента Все предыдущие президенты Ну вот Особенно Это В 20 веке Повелось Когда было В общем-то Установлено Что постановлено Что президент Имеет право На собственную библиотеку Президента Забирали бумаги Из Белого дома Я напомню Что 44 прецедент Барак Обама Он Забрал 33 миллиона Страниц 33 миллиона Они находятся В хранилище Под Чикаго И до сих пор Идет отбор Что там есть Какие документы Секретные Какие не секретные Туда Даже Ногой Не идут Спецслужбы Это их не интересует Их интересует Трамп 33 миллиона Документов Которые Обама Забрал Из Белого дома Это не считается Итак Леонид Вам слово Это вина Республиканцев Сразу скажу Потому что Республиканцы Не хотят Идти в государственные Органы Работать Почему ситуация Такая Когда приходит Республиканский Президент Он все равно Не может Полностью Реализовывать Свою программу Особенно Вот такой Отвязанный Кандидат Как Дональд Республиканцев Который Республиканцев Республиканцев Они знают Что Республиканцы Приходят И уходят А демократическое Большинство В глубинном Государстве Оно На очень Долгое Время Оно было Уже Очень долгое Время И в будущем Они думают Что это будет Очень долго Поэтому ради Карьеры Надо быть Демократом Игорь Ну вот Как-то я сейчас Опять-таки Зрительно Вспоминаю Вот это Включена Фотография В этот отчет Разложенных На карьере Документов С цветной Кодировкой Ну по-видимому Она была сделана Во время обыска Но опять-таки Обыск При котором Были выключены Камеры Внутреннего Наблюдения Да и наружного При котором Всех Заставили Выйти Из Мара Лага И Там действовали Только Агенты Федеральных Служб Там ведь Можно было Совершенно верно Трамп говорит Во-первых Что-то подбросить Во-вторых Президент Имеет право Рассекретить документы Какие документы Были рассекречены Какие документы Были подброшены Какие документы Не рассекретили Видимо Вот такая Нагнетается ситуация Опять-таки Надо учитывать Накануне Вот этих Промежуточных Выборов 8 ноября Игорь Ну да Я вот пытался Разобраться Вот как бы сказать В юридической Основе Вот всего этого События Такое Какое-то Туманное Впечатление Допустим Дершевич Возмущен Всем этим Он считает Что вот Я цитирую Violated the rules Вот то что случилось Violated the rules The justice department They done Ну и так далее То есть это вот Неправильно Double standard Если сейчас Начинать Перечислять Вот эти все Юридические Сложности И нарушения Которые были сделаны Очень многие Многие люди Об этом Говорили Люди Которые Вот Лечит от меня Юристы Которые Понимают Что можно Что нельзя Делать Было чисто Формально И так далее Вот например Тот момент Что они Были абсолютно На одни Но настолько Людям Жившим В Советском Союзе Как бы Понятно Насколько Это рискованно Что там Излюбленный прием Как бы Советской И российской Игорь Но существует Понятие Понятые Я насколько Помню Даже по фильмам Понятые Соседи Приглашали Там я не знаю Место встречи Изменить нельзя Взяли соседи Ввели Вот смотрите Что у нас Делается Во время обыска Ну понятно Ну тогда Я именно Про это и говорю И я не нашел Каких-то Очень ясных Ответов Это декларируется Законом Или нет Ясно Что Совершенно Вопиющие вещи Ранних времен Типа Вот этих Знаменитых 30 тысяч Там И-мейлов Уничтоженных Хиллари Которые Так и оказались Не расследовали Или вся эта история С лаптопом Хантера Байдена И не только С лаптопом Все эти разговоры Переговоры Там же Очевидный криминал Просто очевидный Криминал С Хантером Там все эти Взятки Все эти Это же все Не расследовано На фоне всего этого То что происходит Вот сейчас Выглядит Ну как Абсолютная издевка Просто-напросто Но то же самое То же самое На фоне Событий 2020 года 4 месяца Уничтожения Городов Законности Конституции Морали Демократии На фоне Одного дня 6 января Это же все Погасло Там ни с чего Не было Главная беда Это 6 января Понимаете То есть Вот вопрос Вот Леонид Абсолютно Правильно Заметил Это фундаментальная вещь А кто работает Кто исполняет Колоссальная Ведь Трампа Вот то что он обещал Расчистить Срамп По большому счету Совершенно не получилось Даже в его время Пока он был Он не смог его расчистить Он не смог Даже толком Сделать Какие-то Разумные обвинения Против Клинтон Что кстати Ну ладно Это особая Длинная тема Но ведь Это же все Тянется еще глубже А почему там В основном Демократы А ответ скорее всего Такой Да потому что В юридических вузах Подавляющее Абсолютно подавляющее Большинство Тех Чиновников В этих воспитания Не только в юридических Других Тоже Левые Так сказать Демократы Коэффициент Республиканцев И демократ Вернее Либеральных Профессоров Да это очень Это очень глубокая тема Когда левая профессура Она занимала места Начиная там С конца С начала 60-х годов И в результате В немалой степени Они виной тому Что о чем мы сейчас говорим Кстати Но уже наша программа Подходит к концу Я должен сказать Что вот как раз Промежуточные выборы Они очень важны Потому что для всех Главное Это президентские выборы На промежуточных выборах Решаются места Примерно 7 тысяч Тех кто будет заседать В судах А судья это Выборная должность Чиновников В школах И так далее Промежуточные выборы 2018 год Промежуточные выборы После обамовские Они в немалой степени Решили судьбу 2020 года Когда 60 судов Отказались Рассматривать Фальсификацию выборов На которые настаивал Дональд Трамп Отказались это рассматривать Так что Вот таких судей Мы имеем Таких чиновников В школах И так далее На промежуточных выборов Какой вывод? Голосуйте 8 ноября Голосуйте Как вы считаете нужным По зову сердца Если не голосуете То потом Кроме вас Никто В данном случае Некого обвинить Нужно идти И голосовать Ну что друзья Я благодарю вас Леонид Благодарю вас Игорь За участие в программе Мы в общем-то Подходим к концу Практически Времени не осталось Всего доброго До встречи в эфире До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин